друзья всем привет с вами сергей вы на канале spark и сегодня у нас обучающее видео по магическому night blade какие сету существуют какая ротация магического night blade какие скиллы использовать какой dps можно выдать при той или иной ротации магическим night blade я расскажу покажу и надеюсь что в конце вам будет понятно те или иные нюансы большинство времени я уделю внимание даже больше не сравнению dps а ротации потому что магического night blade достаточно сложная и неоднозначная ротация который так или иначе сбивает с толку да почему потому что у него нужно поддерживать несколько умений и они как бы друг с другом не стыкуются и в последующем это ведет к потере либо к увеличению вашего урона то в чем идея ротации магического night blade у нас есть некий скилл вот этот очень важный как мир сразу резолв да что он делает вот мы его активировали во первых он нам дает такой баф как минор берзерк да что нам дает минор берзерк увеличивает наносимый нами урон на 8 процентов да то есть пока этот баф активирован у нас увеличен урон на 8 процентов далее что он еще дает после того как мы сделали пять последовательных light атак ну или там хэви атака была у нас в ротации то у нас такая тема активируется как assassin's will да то есть что это такое это призрачный лук так называемый то есть если мы отойдем постреляем как видим действительно призрачный лук до которая наносит довольно много урона то есть в парсе призрачный лук может занимать вплоть до 60 тысяч урона вплоть до 60 тысяч какие скиллы я буду использовать это импейл добивал к которой используется когда у врага меньше 25 процентов то есть грубо говоря 24.9 до как правило нас просто 24 показывает фунел hells который вроде как сделают как force пульс но я поясню что это не очень существенно отразится потому что по факту если мы все в ротации делаем правильно мы не очень много используем это умение элементов дрейн для того чтобы навешивать себе дрейн и это умение далее у нас идет inner light дестру ульта или файл рейдж для чего у нас стоит здесь файл файл рейдж для того чтобы мы использовали пассивку антен но вот ж то есть у нас урон от прямых атак по цели на это лайт атаки это вот это так вот это атака чтобы он был дополнительно увеличен на 8 процентов как мы видим если снаряжен огненный посох увеличивает урон наносимой способностями действующим по одиночной цели на 8 процентов то есть таким образом мы сюда кладем тестру ульту и на 8 процентов увеличивается наш урон здесь элемент алдрейн только для того чтобы показать dps на скелете так как в последующем он будет заменен щитом поэтому чтоб тест был максимально объективным здесь стоит элемент алдрейн некоторые так сказать очень честные люди ставят сюда sol harvest который не sol harvest а сейчас скажу да sol harvest который увеличивает наши криты грубо говоря у нас есть пассивку на льд блейда который увеличивает наш урон от критических ударов на 438 как мы видим если мы сюда поставим sol harvest у нас на 1314 до при этом за счет этой вещи мы пассивку не теряем также здесь некоторые ставят метеорит но призываю вас если вы видите подобного рода раскладку обращать на это внимание что человек делал дпс для того чтобы показать этот дпс на скелете вот далее у нас идут такие умения как твистин пас так сказать дорожка которая есть так или иначе у всех классов далее блокейда fire после чего крит креплен грасп и сифонинг атак которая нам помогает держать sustain также обращаю ваше внимание что магический night blade даже при том что у него здесь будет допустим force пульс с помощью этой способности сифонинг атак с помощью light атак сможет 1539 здоровья себе восстанавливать да конечно это немного но что-то прощая ваше внимание что это у меня лучше использовать потому что грубо говоря тысячу она стоит 4000 восстанавливает вот здесь уже вот это у меня остается all harvest на задней панели вообще в принципе она стоит и используется почему потому что ну вдруг когда вам переключаемся между панелями умирает враг вы получаете 10 ульты очень полезная способность вот это в принципе достаточно стандартная раскладка для магического night blade а какие с это вообще есть для магического night blade который вот я мог бы себе только представить до 1 это у нас мастер архитект плюс механика лакуйте плюс плечо валькин скория почему плечо валькин скория они скажем молоке на там или что-то в этом духе потому что с плечом валькин скория седович мазер у нас достаточно комфортное количество жизни это 16 687 и при этом реген мана хороший да мы можем есть двухстатную еду использовать плечо молоке но опять же на длительных боях мы почувствуем просадку состоянием в триалах где-то еще мы ее почувствуем обязательно да допустим у нас если есть и бон то у нас будет там 17 с копейками жизни но опять же я предпочитаю иметь более безопасный вариант чем у вас будет скажем так на 2к больше дпс у вас будет при этом вы будете умирать либо чувствует себя не очень безопасно человек отойдет более чем на 28 метров и действие и бона у нас рассыпется поэтому все-таки рекомендую использовать плечо валькин посохи у нас кулите огненный и также огненный посох мою штром опять же обращаю ваше внимание на то что майнер vulnerability давать вам будут до что такое вообще майнер в урна лабилити так сказать друг кто не знает вот мы нажимаем f1 помощь бой стихийный статус эффекты то есть на 8 процентов увеличивается входящий урон по цели если мы бьем каким-то образом электричеством до однако допустим такой эффект горение я не уверен что кто-то другой может его накладывать для того чтобы увеличивать урон по цели горение скорее такой мне кажется статусный эффект который лично для вас действует поэтому горение в данном случае используется очень хорошо конкретно вами касательно вот этого vulnerability есть такой замечательный сет который одевают хилы как инфейлибл аезер который накладывает вот эти восемь процентов либо здесь дорожка молнии урон от молнии которые делают сорки или хилы если хилы либо с посоха лечения либо с посоха разрушения делают полностью заряженную хэви атаку с этого посоха то они могут использовать очень хорошо этот бонус последующих дополнениях нам будет достаточно лишь посох молнии инфейлибл использовать на чарчит с шоком либо даже может с иным эффектом бежу и все то есть посох бежа и пожалуйста мы четвертый пятый бонус у нас на свапе накладывается на основной панели у нас может быть посох лечения мастерский и пять частей spell power cure и две части возможно монстр сета то есть такие проковые сеты я думаю в последующем будут иметь успех будут иметь успех либо тот же самый твайлайт переключился кинул шарики все использованы с синергию так далее то есть здесь можно будет подумать о том что наконец каким монстр сеты можно использовать для хилов но мы немножко отвлеклись как всегда темы по так сказать ротации почему я использую такие вещи я сказал просто это просто это какие есть вообще варианты сетов я очень активно проводил дпс тесты сделал около семи замеров и я скажу так вот разница между ними какая-то не очень сильно существенная да где-то там выскакивает там 35 37 34 но в основном цифра вокруг по крайней мере с огненным посохом и без вот этих бафов крутится вокруг там 35 плюс в средний показатель 35 плюс без каких-то бафов без накруток при том что я буду показывать вот мастер архитект акуете бсв акуете ну элегант акуете отдел и стандартный сет джулианос валькин так как электрический урон есть на посохи то волна робили те присутствует урон несколько выше но опять же вот все плюс минус до плюс минус однако какой сет же я предпочитаю использовать я считаю принципе для рейда самым удачным самым удачным на магическом на блэйте однозначно самый удачный сайт для рейда магического на блэйда это мастер архитект и акуете почему потому что у night blade есть замечательная такая пассивка как каталист где каталист вот каталист вы взяли получаете 20 единиц абсолютной способности раньше кстати вот эта вещь стоила 50 то есть буквально можно было есть память можно было есть память поэтому допустим в рейде если есть возможность подбежать или если вы бьете мобов всегда можно тыкнуть ножичком и что произойдет что произойдет major slayer на 10 секунд получите вы два ближайших союзника то есть всего на трех человек включая вас будет на у наложен этот эффект major slayer то есть на 15 процентов увеличен урон под реальным монстром а что это значит что у вас есть minor slayer major slayer и в целом на 20 процентов будет увеличен урон по монстрам что очень неплохо вот а в группе из трех человек вы можете увеличить урон ну себе и dd то есть в dragon star арене в данжах этот эффект очень классный как мне кажется и более того если будет много на и блэйдов именно с таким сетом то об так можно поддерживать очень большой например стаминный на блэйд есть магический над блэйды и эффект очень хорошо держится очень хорошо держится даже если в той ситуации если вам нельзя подходить вперед вы всегда можете заменить даже не то что заменить а скорее использовать издалека только destra ульту подходя к вашим союзникам и с этой точки зрения это будет хорошо и так что по ротации что по ротации вот я про вещи рассказал теперь мы разберем такую вещь как ротацию вначале обычно я кидаю destra ульту свапую панель что в дальнейшем я делаю так как на мне механика лакуйте последующем мы увидим что при нанесении урона есть 15 процентов шанс того что у нас сработает этот сет что это значит что это значит значит что нам надо все доты поставить и так как у нас уже много урона наносится мы свапаем панель и у нас все доты активны плюс мы атакуем плюс мы атакуем и все наши тики от наших способностей они действуют действуют и все они получают крит что очень хорошо для нас то есть мы активировали все наши бафы повесили drain сбросили ульту дальше через лайт атаку мы ставим наши доты далее вот буквально 212 фунер хелса 12 больше если вы делаете больше значит что-то вы делаете не так надо прокинуть потому что нам надо обновить так или иначе все вот эти доты и вот это то есть 12 фунер хелса надо прокинуть таким образом у нас вот два дальше 5 видите 2 нюансы на которые надо обратить внимание у меня стоит аддон баф таймерс который показывает мне кулдаун таких способностей как вот это мерсер разрезов и такой способности как дорожка огня это самые наши дамажащие способности я на них ориентируюсь и кулдаун их отслеживаю вот эта способность у нас идет через показывается по крайней мере я ее настроил через минор берсерк и прописал ее как через минор берсерк потому что если я прописываю вот эту способность баф таймерс то он почему-то ее не видит может быть я не так пишу и так далее но он ее не видит поэтому она у меня луик стенд это отображается как здесь так и здесь вот дорожка отображается тоже здесь обратите внимание что горящие противники получают на 20 процентов больше урона от этой способности что очень хорошо так у нас энчант на огненный урон то есть мы будем поджигать противников и от дорожки от дорожки на 20 процентов больше они будут получать урон более того если есть дк группе то он будет также поджигать врагов что очень хорошо что у нас дальше и на что надо обратить внимание на какие аддон и есть аддон который называется грим фокус каунтер вы поставить его и я думаю самостоятельно ним разберетесь на что обратить внимание что вот эта кнопка показывает где у нас сам стоит аддон эта кнопка позволяет нам открепить циферку и переместить куда нам удобно эта кнопка позволяет нам например в центр экрана поместить аддон а здесь мы можем выбрать типы оповещений вот это вот самое ржачное это вот это я сейчас покажу плей макс орк туда самое ржачное вот но мне больше всего нравится просто numbers здесь мы показываем то есть размер здесь show zero track то есть показывает если на нуле то есть грим фокус каунтер обязательно для магического night blade надо ставить считает лайт атаки обращаю ваше внимание что лайт атаки слишком быстро не надо делать лайт атаки регистрируются не тогда когда мы выстрелили в цель а тогда когда она ударила цель то есть если мы делаем так вот как то вот видели я что-то типа пытался сделать еще одну лайт атаку смотрите как то вот очень быстро если делаете лайт атаку то она не регистрируются не регистрируются лайт атака она регистрируется именно тогда когда я попал в цель смотрите внимательнее да вот вроде кажется что когда выстрелил но на самом деле когда в цель попала вот надо не слишком быстро их делать чтобы мы видели что шарик выстрелил далее как работает это дон когда мы делаем лайт атаки он их считает и когда у нас 5 лайт атака мы думаем про себя что мы никакие другие скиллы не должны использовать кроме как призрачный лук опять же по использованию призрачного лука какой здесь есть нюанс какой здесь есть нюанс смотрите можно использовать например призрачный лук вот так вот да то есть мы делаем ротацию уже привычка его использовать правильно мы можем использовать вот так вот ну например как-то панель свапнуть да или допустим просто как бы использовать скилл потом призрачный лук вот так чаще всего бывает да но это абсолютно неправильно почему призрачного лука так или иначе сказать почти одновременное время срабатывания с лайт атакой что это значит что это в действительности значит что наш призрачный лук срабатывает одновременно одновременно как light атака то есть когда мы делаем light атаку вот у нас допустим призрачный лук активировался да и мы одновременно делаем light атаку и тут же кидаем призрачный лук видели да то есть летит light атака и тут же призрачный лук за ним видите когда моба умирают и других врагов как бы нет он показывает что ноль еще раз обратите на это внимание тут же light атака и тут же призрачный лук он буквально вот самый конец light атаки вставляет этот призрачный лук и так что что у нас на стадии добивания на стадии добивания мы просто через лайт атаку прокидываем вот эти две доты и через лайт атаку опять же добиваем ножичку есть разные мнения по поводу того что кидать призрачный лук в это время и активировать персерк во время добивания или не активировать вот если вы хотите конечно больше накрутить циферок на скелете конечно вы это можете сделать однако обращаю ваше внимание на то что он как бы бесплатный понимаете он бьет бесплатно и вы когда добивалкой пользуетесь кидаете лук мы тем самым экономите себе ману экономить ману очень важно потому что стадия добивания в длительных боях она очень большая и можно даже вплоть до того что прокидывать все доты хотя лучше просто две доты прокидывать вот таким образом сейчас я покажу парс на скелете самодрейном и мы посмотрим что нужно делать обращаю ваше внимание что прежде всего нужно следить за дотами и за активностью вот этого умения в первую очередь когда у нас циферка дошла до пяти мы активируем наш призрачный лук также не забываем поддерживать дрейн в с рейд бафами всегда у нас будет урон на восемь процентов больше и на еще восемь процентов больше или там другой процент за счет того что цель будет выведена из равновесия за счет того что будет майнор vulnerability то есть вот этот эффект статусный будет на цели поэтому если он там какой-то урон у нас получится всегда вы можете прибавлять к нему процент побольше а Субтитры сделал DimaTorzok Ну как видно получилось 36 Если вы все правильно делали То на самом деле у вас На первом и втором месте Должно быть умение Именно Ассасин Свилл Потому что оно очень важно И оно наиболее у нас Дамажное наносит большой урон Так как мы используем посох огня И у нас есть эффект горения То Blockade of Fire А дальше вот эти умения Вот эти умения И вот как мы видим У нас всего лишь здесь одна хэвиатака Горение достаточно низкое Мейджор Бридж Не 100% висело Но в принципе Вот такой у нас урон На трехмиллионном скелете В дальнейшем конечно Если мы будем прибавлять к нему 8% А это где то в районе 3000 То у нас уже будет 40 и так далее Если же мы еще будем использовать Вот этот наш ножичек А не просто кидать 2 Дестра ульты То у нас будет в принципе еще больше урона То можно будет получить таким образом Это 41 42 на скелете Самостоятельно Вот поэтому Учитывайте то что вот этот как бы Показатель он не финальный И по сути мы здесь Лишь немножко И с небольшим оптаймом Действительно с небольшим Это 24% Использовали Мейджор Слеер Вот таким вот образом Мы на магическом Найтблейде Играем Для Соло вариантов Для соло вариантов Как Прохождение Майл Штром Арены Лучше всего Использовать Вот именно Вот этот посох Посох молний Здесь мы Ставим В бафтаймерсе Дорожку молний И Прекрасно с ней живем И естественно Здесь ставим щит Данная раскладка Она Не отличается от той Что у нас Есть на Для прохождения Майл Штром Арена Единственный вариант Если вы прям хотите Реально играть В соло То Здесь Стоит Сделать Не Огненный Энчант А энчант На Урон от молнии Тогда у вас Будет Урон Больше Что касается Других Вариантов Они тоже Неплохие Тоже Неплохие Я Честно говоря Не понимаю Прикол Использовать Я сегодня Тестировал Очень активно БСВ С Акуити И честно говоря Я не понимаю Использование Этого сета Кроме как Если у вас Реально есть Данмер Реально у вас Есть много Огненного урона А у магического Найтблейда Его Ну не так уж и много Это Дорожка огня Лайт атаки И энчант И если будет Дестер ульта То есть Четыре Огненного урона И у нас Фактически Пятьдесят девять Или пятьдесят пять Процентов Уптайм Этого Замечательного Сета Как Бернил Бернинг Спел Вейв Да А что Значит Пятьдесят пять Пятьдесят девять Процентов Уптайма Да Что это Фактически Значит На цифрах Это значит Что Этот сет Нам дает Двести восемьдесят восемь Урона Плюс Я обращаю Ваше внимание Ну то есть Меньше чем Джулианос Очевидно Да То есть У нас есть Джулианос Который дает Двести девяносто девять При Оптайме Как бы 55 процентов Пятьдесят шесть У нас Он приближает Что Джулианос Плюс Я обращаю Ваше внимание На то что Э Использование Этого Сета Сетом Механикал Акуити Не очень Рационально Я не понимаю Откуда Пошла Эта Мода Если честно использовать bsv вместе с акуете мы теряем просто берем и теряем наш четвертый бонус то есть когда у нас активен bsv и активен акуете до свидания четвертый бонус он нам не нужен получается поэтому скорее всего мы сможем использовать bsv вместе с каким-либо еще сетом например у нас будет bsv кольца плюс полный сет джулианоса плюс у нас есть bsv скажем палка да тогда как бы есть какой-то резон использовать вместе с акуете резона использовать его нет допустим у нас вот есть такой посох да мы его чарим мы его используем и у нас как бы он является прок сетом а с новым дополнением самер сет когда одна часть посоха является по сути будет являться двумя частями сета что логично наконец-то наступило то при таком раскладе мы сможем использовать bsv как пять частей плюс мы сможем использовать джулианос плюс мы сможем использовать скажем валькин скория который тоже дает огненный урон который в то же время будет повышать шанс использования bsv да но пока что пока что урон достат действительно достаточно неплохой вот где-то в этих же цифрах но все равно недостаточный недостаточный кстати чемпионку я использовал везде одинаковую это возможно она не такая верная это 56 или борн 49 элементал эксперт 9 спелл и ружин 66 мастера тарамс 9 став эксперт на спасивка бучер активная который усиливает наши на 5 процентов наши light атаки обычный силой до хэви атаки и 51 турматурж потому что у нас не так много дот фактически у нас ну как не так много 33 доты остальном мы используем больше лайт атаки и стрелу вот лайт атаку на хэрл стрела здесь три там три так далее то есть надо как бы это иметь ввиду это иметь ввиду что у нас еще осталось что у нас еще осталось у нас еще осталась такая вещь такая вещь как и масса арена каким образом мы за магического night blade будем ходить на арену вот мы наконец-то появились на арене обращаю ваше внимание что для сустейна мы используем вечмазер еду для урона мы используем лавер желательно конечно быть на все таки второй стадии в амперизма не как я на 3 и мы используем банки используем банки однако если допустим вы не хотите тратить банки это тоже экономный класс кота у которого есть собственное умение которое дает мэжер сорсер это сап санс который дает его на 20 секунд можете вот так вот поставить и все у вас будет мэжер сорсер и также бай в таймерс мы вобьете сюда мэжер сорсер и и он будет вам показывать откат этого умения так вот мы идем на арену и вы я буквально пройду пару арен и вы сами увидите насколько чудовищно большой урон магического найт блейда если бы у нас здесь был энчант на шок то враги в которых мы пуляем лайт атакой также бы выводились из-за равновесия и 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 Продолжение следует... 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 да то есть если мы заметили здесь вот это был первый на котором мы слили ульту вот это был последний да то есть урон 55 к дпс а просто чудовищный друзья надеюсь что видео вам понравилось я старался как бы показать вам как можно дамажить за магического night blade а какие у него есть нюансы и как он в игре сейчас себя чувствует вот всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам понравилось все как обычно а